О заметных событиях уходящего дня расскажут корреспонденты телеканала СТВ и я, Олег Степанюк. Добрый вечер. И коротко о главном к этому часу. От торговли к совместным проектам в сельском хозяйстве, промышленности и науке Беларусь и Республика Башкортостан выходят на новый уровень сотрудничества, о чем договорились сегодня президенты, знает Олеся Высоцкая. Дома и улицы без света, поваленные деревья в парках. В Гомель оценивают ущерб, нанесенный ураганным ветром. В центре Бреста разгромлен поп-хаус. За два дня здание бара превратилось в груду стройматериалов. То и почему совершил акт вандализма, выясняла Виктория Патоня. Всплеск рождаемости погродненские. За одни сутки здесь родили и сразу две тройни. Теперь уже многодетными. Мамами встретился Юрий Корнелович. Возрождение тканных раритетов. Борисов изготавливает сувенирные аналоги слудских поясов. Секреты ткачества узнавала Татьяна Никитина. От торговли к совместным проектам в сельском хозяйстве, промышленности, науке. Беларусь и Республика Башкортостан выходят на новый уровень сотрудничества. Этот регион России обладает большим потенциалом и предлагает нашей стране укреплять партнерство по целому ряду направлений. Особый интерес к белорусской технологии возведения молочно-товарных ферм под ключ, строительстве жилья, дорог, а также биотехнологиях в сельском хозяйстве. С президентом Башкортостана Рустемом Хамитовым встретился сегодня глава нашего государства Александр Лукашенко. За переговорами следила Олеся Высоцкая. Эти переговоры продолжают череду белорусско-российских встреч, которые начались еще в канун визитов в Беларусь президента Владимира Путина. Тогда главы государств договорились укреплять партнерство, искать новые проекты и межрегиональное сотрудничество, хорошее для этого платформа. Президент Башкортостана прибыл в Минск с целой делегацией министров. Нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, наука и технологии. Вот только несколько точек соприкосновения с Беларусью. И эти взаимодополняющие отношения подчеркнул сегодня Александр Лукашенко. Мы должны быть нацелены на выпуск совместного продукта, востребованного не только в вашей республике, но в перспективах и в третьих странах. Это особенно актуально в условиях таможенного союза и единого экономического пространства, которые открывают новые возможности для развития этих направлений. Важным перспективным направлением взаимодействия может стать сотрудничество научно-практической инновационной сферы. Особенно в таких областях, как машиностроение, энергоиспережение, медицина, молекулярная биология, информационные технологии. Мы уже свой рабочий день начали с того, что посетили одно из предприятий. Очень интересное предприятие. Выпускает троллейбусы, выпускает трамваи, выпускает электрички, электропоезда. И мы уже наметили варианты кооперации. Это тоже будет интересный, хороший шаг в части создания совместного производства. Товарооборот Беларуси с Башкортостаном за прошлый год вырос почти вдвое. Это полтора миллиарда долларов. Хотя есть и небольшой дисбаланс. Мы импортируем углеводородное сырье, нефтепродукты, а на экспорт отдаем бытовую технику продукту машиностроения пока не в таких больших партиях, как хотелось бы. Этот нюанс стороны договорились устранить. Тем более, что экономика Башкортостана в этом заинтересована. Нам надо модернизировать там и Уфу, и близлежащих городах, там нужно электротранспорт модернизировать. Вообще тема такая очень интересная. А по сельскому хозяйству, как мы идем? Мы у вас купили технологии по картофелеводству, значит, и технику покупаем, и семена покупаем, покупаем хранилище, да, по вашей технологии делаем. И уже там большой фронт работ просто просматривается. Если есть партнер, вот схожий там на Западе, то преимущество всегда будет иметь Беларусь. В сфере интересов много. Президенты говорили об экономике, но затронули и политику. К примеру, приватизацию белорусских активов, вопрос введения единой валюты, объединение МАЗа и КАМАЗа. Александр Лукашенко четко выразил свою позицию по каждой из этих тем. И журналисты для себя отметили. Расценить это можно как ответ на вчерашнее интервью посла России в Беларуси Александра Сурикова, одному из информационных агентств. Так журналист спрашивает, стоит ли ждать возобновления переговоров по единой валюте. Ответ. Надо возвращаться к этому вопросу. Второго кризиса белорусская система не переживет. Рухнем мы, не рухнем, переживем мы очередной кризис без российских денег или не переживем. Это, знаете, вопрос открытый, который можно сегодня обсуждать и дебатировать. Хочу напомнить, что за пятилетку почти в пять раз вывезли цены на энергоносители. Ни одна экономика не смогла бы выдержать такого удара. А мы все-таки строим единое союзное государство. Какие бы у нас деньги не были, у нас белорусские рубли, у вас там российские рубли. Если мы захотим, то будут работать валюты и у нас, и у вас. Мы найдем возможность, мы умные люди. Далее у посла России интересуются, почему белорусские власти не идут по пути нормальной приватизации. Потому что политика путается с экономикой. Вот и прикрываются красивыми словами. Народное и так далее. Неважно, кто купит белорусские предприятия. Россияне, американцы. Надо решаться на приватизацию. Если Россия сегодня боится, что наш рынок общий, единое таможенное пространство, заполонят какие-то дешевые поделки из других стран, ну тогда не надо было его создавать. Мы еще не успели его создать, сегодня уже сыплются заявления, которые разрушают это единое экономическое пространство. Мы ведь его создавали для чего? Для того, чтобы работать с гордо поднятой головой на этом пространстве и всегда мочь, чтобы могли защититься от других. Защитить своих товаропроизводителей, защитить своих людей. Чтобы каждый в этом едином экономическом пространстве действовал на равноправной основе, потому что все документы исходят из этого. И чтобы большое-малое государство имели равные права и возможности. А если, допустим, где-то что-то получилось у одного государства и остальные начинают его наклонять и давить, ну какое же это единое экономическое пространство? Мы знаем, что такое конкуренция, что такое рынок, но мы не хотим повторить, открыто говорю, приватизацию по российскому варианту. Приватизация в Беларуси будет, но это наша приватизация. Это мы будем решать, что нам приватизировать и когда. И самое главное, по какой цене и на каких условиях. Еще одна тема – объединение МАЗа и КАМАЗа. Напомню, лидеры Беларуси и России договорились о создании холдинга «Росбелавто». Российский посол поделился своим мнением о судьбе этого объединения. Вопрос журналиста. Переговоры между МАЗом и КАМАЗом идут долго и нерезультативно. КАМАЗ настаивает на 51-процентном пакете акций, а белорусская сторона против передачи контрольного пакета. Такие есть ли перспективы у этих переговоров? Не очень понятны опасения белорусской стороны. У меня же есть опасения, что и МАЗ, и КАМАЗ будут выжаты со всех рынков китайскими компаниями. Если белорусская сторона уйдет со своим МАЗом в сторону, у нее появятся проблемы еще быстрее, чем с другими конкурентами. Если сегодня МАЗ, КАМАЗ не могут защитить свой рынок, так зачем такие общие предприятия, если мы им помочь не можем? У нас состоялся разговор на эту тему с президентом России. Прежде чем говорить послу об этом, надо уточнить. Мы твердо договорились. Если мы объединяем активы, значит, в общей компании 50 на 50, соответствующее управление, но руководство, видите ли, не устраивает корпорации той, что вот 50 на 50, и надо контрольный пакет акций, и дороговато белорусы просят. Ну хорошо, если дорого, тогда не надо соглашаться на нее. Давайте будем работать. МАЗ сегодня нисколько не хуже КАМАЗа, нисколько. С удовольствием его покупают, и не только в республиках СНГ, но и в России с удовольствием берут. Я не хочу говорить о том, что мы нацелены на конкуренцию с КАМАЗом. Ни в коем случае. Зачем нам конкурировать? Всем места хватит. Если на то пошло, давайте поделим наши рынки. Но если вы вступили в ВТО, и у вас позиция поменялась, то мы договаривались, что единое экономическое пространство – это святое. Все остальное производно. Если мы начинаем терять с вашим вступлением в ВТО, то вы должны подумать о том, как нас поддержать. Вот в чем вопрос. То есть должно быть порядочно все. В противном случае мы разрушим нормальный экономический и даже политический процесс, который начался после выборов, после избрания Владимира Владимировича Путина, который немало об этом говорил. Кстати, белорусские машины, и МАЗы, и тракторы, и троллейбусы, и комбайны, и разнодорожную технику в Башкортостане ждут и уже готовы подписать новые контракты. Этот регион активно развивается, осваивает территории при Урале и заинтересован не только в поставках техники, но и в комплексе белорусских услуг. От строительства жилья до биотехнологий в сельском хозяйстве, ВПК. Кстати, вообще перспектив – непаханное поле. Мы приняли программу «500 ферм». Значит, вот старые фермы модернизируем. Кстати, вот мы с вами хотим эту работу. Мы хотим, вот мы у вас подсмотрели. Белорусской делегации гости предложили изучить все перспективные направления на месте и пригласили в гости лично Александра Лукашенко. Зная вашу любовь, в том числе к хоккею, к спорту, мы вас приглашаем на чемпионат мира молодежный по хоккею, который будет в Уфе в декабре месяце. Я с удовольствием. Кроме того, у нас будут всемирные детские игры. Это аналог олимпийских игр только для детей от 10 до 14 лет. Я в курсе делаю. Да, и мы хотели бы, чтобы ваши ребята к нам приехали. Мы приедем. Кстати, в Башкортостане проживает 12 тысяч белорусов. И скоро эти два часа лету, которые разделяют Уфу и Минск, станут незаметными. Сегодня предложено наладить регулярное авиасообщение. Олеся Высоцкая, Николай Синчилов, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Сегодня же российские гости возложили венки к монументу победы в Минске. Цветы легли к вечному огню. Память погибших в Великой Отечественной почтили минутой молчания. Башкортостан заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией в области переработки полезных ископаемых и лесной промышленности. Об этом сегодня шла речь на встрече в правительстве. Российский регион также заинтересован в создании совместных с Белоруссией предприятий по производству машин и оборудования, внедрении передовых белорусских технологий. Башкорские бизнесмены заинтересованы в установлении новых деловых контактов в Белоруссии. Развитие товарооборота, кооперационных связей, создание совместных предприятий, поставки нефти. Вот основная тема, которая сегодня обсуждалась с предпринимателями обеих сторон. В ходе встречи также были презентованы инвестиционные предложения Белоруссии и Башкортостана. Мы видим взаимное сотрудничество. То есть на вашей территории вы можете быть проводниками нашей высококачественной продукции. На своей территории в Республике Башкортостан мы будем проводниками вашей продукции. То сотрудничество, которое началось с вами, мы с вашими специалистами давно уже работаем. Оно позволит нам немножко быстрее продвинуться на тот уровень, который сегодня требует время, требует жизнь, требует прогресса, продвижения вперед. Белорусские депутаты сегодня ратифицировали очередной пакет документов по Таможенному союзу. В частности, соглашение, которое предусматривает обмен данными между таможенными службами Белоруссии, России и Казахстана. Это касается информации о перевозимых грузах. Также внесены изменения в документ о порядке перемещения через границу товаров везлицами. Основное новшество в том, что при ввозе на территории Таможенного союза воздушным транспортом, такие товары не облагаются пошлинами в случае, если их стоимость не превышает 10 тысяч евро, а вес не более 50 килограммов. Дело в том, что порядок перемещения, можно в форах перемещать огромный крис товаров в этом плане. Самолеты, естественно, для физлиц ограничены, ограниченный вес. А самое главное, что у нас все же, хотя и есть данная норма 10 тысяч, Таможенные органы Белоруссии будут отслеживать назначения данных партий. То есть, если человек ввозит постоянно одни и те же виды товаров, он будет уплачивать таможенные платежи. Новые льготы для отдельной категории предпринимателей. Депутаты приняли к сведению декрет президента о стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых, городских поселений и сельской местности. Документ предусматривает освобождение таких предпринимателей в течение 7 лет от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на осуществление отдельных видов деятельности. Предусматривается и предоставление рассрочки оплаты имущества, приобретаемого им для организации собственного производства товаров. Сегодня предоставляется серьезнейшая преференция предпринимательству и организации производства товаров на селе. Беспрецедентные льготы, которые будут предоставлены предпринимателям, я думаю, что привлекут их в сельскую местность. А это позволит нам занять сельское население, повысить их благосостояние и, конечно же, повлияет серьезнейшим образом на развитие наших малых городов. Экономическая безопасность страны. Сегодня в Минске представители силовых структур, госорганов и ученые обсудили вопросы по защите национальных интересов Беларуси в экономической сфере и противодействия коррупции. Участники конференции также рассмотрели практические решения по преодолению последствий мирового финансового кризиса. Мы должны понимать каждый свой маневр, знать и делать так, чтобы работа всех государственных органов была достаточно точечной, выверенной и обеспечивала надежное, эффективное решение задач в этой сфере. Экономическая преступность неразрывно связана с коррупцией и эффективное противодействие таким явлениям возможно только на основе скоординированной и слаженной деятельности. Должны меняться определенные подходы в нашей работе в целом и, возможно, потребуется совершенствование действующей нормативной базы, в том числе в сфере предпринимательства, налогоблажения, унификации ее с Российской Федерацией к Казахстанам. В Гомеле оценивают ущерб, нанесенный ураганным ветром. Стихия обрушилась на город накануне вечером. За 20 минут были повалены десятки деревьев. Многие из них рухнули на припаркованные машины. Целые кварталы остались без света. С некоторых домов ветер сорвал крыши. Подачу электричества удалось восстановить еще ночью. По всему городу аварийные бригады весь день расчищали тротуары, дворы и аллеи в парках. Больше всего от разгула стихии пострадал центральный сквер. Повалено и повреждено около 10 крупных деревьев. Но какой ураган пронесся в Бресте непонятно, но задел он отдельно стоящее строение. В центре города от вандалов пострадало здание пивного бара. Сегодня оно больше напоминает кучу строительного мусора, а ведь еще на прошлой неделе сюда приходили посетители. Кому помешал паб-хаус в престижном районе, выясняла Виктория Патоня. Вот так выглядел паб еще в минувшие выходные. За два дня, по показаниям очевидцев, здание было фактически снесено. Но то, что здесь было пивное заведение, не намека. Теперь оно больше похоже на груду строительного мусора. Ни окон, ни крыши. Частично разрушены даже стены и перекрытия. Соседи говорят, грохот слышали. Однако милицию не вызвали. Думали, реконструкция. Двое ребят находилось на крыше, разбирали шифер, сняли кондиционер, сняли с подикву антенну. Остальные пытались снимать эту самую плитку, которая здесь находилась. Тут я уже как понял, просто они либо реконструкцию собираются. Бульдозер был, машины. Машинами вывозили это все. Оборудование, забор сняли. Для многих жителей города это было культовое и довольно популярное место. Мало кто знал, что на протяжении 7 лет между двумя владельцами заведения велись судебные тяжбы. Точку в истории поставил хозяйственный суд Брестской области. Исполнитель судебный известил должника о том, что 13 июня будут совершены исполнительные действия по выселению должника из занимаемого помещения. Однако, когда новый владелец здания приехал на акт передачи, имущество ахнул. Имущество-то и не оказалось. Оно капитальному ремонту не подлежит. Оно все уничтожит. Для меня, вот я жизнь прожила, для меня это был, конечно, ужас. Я такого даже не могла и подумать, и надеяться на это. Я доверительна с ней. Я говорю, ну хочешь забирать, забирай. Я даже не вмешивалась, что твое забирай. Я без всякого этого не думала, здание-то останется. Ресторатор уже обратилась с заявлением к правоохранителям. На данный момент рассматриваются две версии случившегося. Это возникшие неприязненные отношения между спорящими хозяйственными субъектами. А вторая версия – это неизвестные лица, которые повредили это имущество из хулиганских либо иных побуждений. Проверка погрома бывшего пивного заведения в центре Бреста продолжается. Если материальный ущерб привесит сумму более 40 базовых величин, возбудят уголовное дело. Виктория Патония, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест. Торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника, прошло сегодня в Минске. Ежегодно свой профессиональный праздник медики отмечают в 3 воскресенье июня. Награды и почетные грамоты сегодня вручили лучшим в профессии победителям и лауреатам республиканского конкурса «Врач года». Завершилось мероприятие праздничным концертом. Для меня быть здесь очень радостно и вместе с тем очень ответственно. Когда сегодня привозят тебе человека без сознания в коме, с какими-то серьезными проблемами, ты делаешь операцию, и Бог тебя наделил, дает в твои руки силу, и ты помогаешь этим людям, а завтра эти люди приходят в сознание. Это очень вдохновляет на будущее. В Гомеле поставлен своеобразный рекорд. Вот. Буквально за одни сутки на свет появились сразу две тройни. Многодетных родителей поздравил Юрий Корнелович. Все у вас хорошо. На сегодняшний день все замечательно. Я думаю, так будет и дальше у вас. Татьяна Иванова от своих новорожденных дочек не отходит и на минуту. Как набирают вес, хорошо ли кушают. Эти вопросы медперсоналу задает по нескольку раз на дню. Признается, беременность была долгожданной, а когда узнала, что будут тройняшки, ответственность возросла втрое. Теперь каждой девочке нужно уделить максимум внимания. Хотя поначалу, говорит Татьяна, было немного страшно. В семье уже двое детей школьников. Планировали третьего ребенка, а тут сразу три девочки. Но теперь все волнения позади. Возвращение домой в деревню ждут все родственники. Даже обязанности по воспитанию детей между собой распределили. И бабушка будет помогать, ну и я, и муж, все будем растить. Ну там, я не знаю, вроде бы обещали няню какую-то там уже с амбулатории нашей. То как там, ну что-то, государство же помогает, наверное, таким многодетным семьям. Новый статус многодетной семьи признается женщина для нее почетной, но вместе с тем и ответственной. Воспитать дочерей задача не из легких. Однако один на один с новыми хлопотами ее не оставят. С района уже звонили по поводу нового дома. Да и льготы, которые предоставляет государство таким семьям, будут хорошим подспорьем для семейного бюджета. В данный момент мы проживаем с родителями, моими родителями. Надеемся, конечно, что нам поможет государство какое-то жилье выделить. Ну, будет, ну все лучшее, конечно, надеяться, что будет. А так все рады очень, хорошо все. Тройняшки Татьяны Ивановой в Гродненском перинатальном центре не единственные. Буквально в один день на свет появилась еще одна тройня у жительницы областного центра. Правда, эти роды были сложными. Но сейчас уже все позади. Это разрешение прошло хорошо. Да, выхаживание сейчас проходит успешно. И мамы, и дети находятся, ну, не на совместном пребывании, потому что сразу с тремя детьми справиться сложно. Но практически можно сказать, что мама имеет возможность ухаживать за своими детьми. В Гродненском областном перинатальном центре буквально неделю назад завершилась масштабная модернизация. Теперь здесь лучшее в Европе оборудование и высококвалифицированный персонал, способный оказать помощь в любых, даже самых сложных ситуациях. Медики уверены, что теперь количество тройняшек в регионе возрастет. Раньше за год не больше двух случаев было. Сейчас годовую норму выполнили практически за сутки. Юрий Корнилович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно. Сувенирные аналоги фрагментов знаменитых слудских поясов изготовили в Борисове. Для достижения максимального внешнего сходства с оригиналами к работе привлечены историки, искусствоведы, технологи, дизайнеры и ткачи. О необходимости возрождения уникального промысла говорил глава государства в послании народу и парламенту. В будущем слудские пояса должны снова стать белорусским брендом. Как возрождают атрибуты шляхетской чести и богатства, узнавала Татьяна Никитина. Вот здесь, на Борисовском комбинате декоративно-прикладного искусства шляхетскому символу Беларуси дана поистине вторая жизнь. Каждый день художники, технологи и ткачи трудятся над созданием сувенирных аналогов знаменитых слудских поясов. Как видите, наши станки – это обычные белорусские кросны, которые немножко модернизированы. Например, в эти ремизы заправлены чёрные нити, в эти ремизы ток тоже чёрные, вот здесь вот красные нити заправлены. Для Маргариты ткачество – это не просто работа, а настоящий ритуал. Пусть такой труд очень тяжёлый, устают и руки, и ноги, но девушка любит свою профессию. Ведь каждый день она создаёт произведения искусства. Интересная работа, творческая, физически. Это, конечно, не назовёшь лёгким трудом. Она более творческая работа, поэтому она подходит к женщине. Технология создания уникальных слудских поясов утрачена. Сувенирные аналоги сильно отличаются от оригиналов. Например, для такого изделия используют синтетические шёлковые нити, а не серебряные и золотые, как в 18 веке. Все люди думают, что вот это василёк, как сказал наш знаменитый Максим Богданович. Нет на слудских поясах васильков. Эти турецкие персидские узоры немножко приобретали колорит белорусской флоры. Уже изготовленный поступил в продажу диптих под названием «Слуцкий успамин», состоящий из двух панно. Стоит такое ткаческое произведение более двух миллионов рублей. Художникам комбината удалось в точности воссоздать орнамент-вышивку, используя лишь фотографии тканых раритетов. Рисунок выполняет специальная машина. Для вышивальной машины разработана специальная компьютерная программа, которая копирует переплетения и узоры оригинальных слудских поясов. Сейчас мастера работают над этим сувениром. Он изготовлен по фотографии пояса 18 века. А вот этот выткали на ручном станке. Работа очень кропотливая. На его создание требуется около двух недель. Если программа выполнена грамотно и правильно, то в принципе оператору, который работает на вышивальной машине, работа упрощается намного. В 18-м столетии слудские пояса были не только предметом одежды, но и символом богатства мужчины. Сегодня же возрождающиеся шедевры ткачества станут культурным богатством целой страны и еще одним символом Беларуси. Татьяна Никитина, Александр Миронович, телекомпания СТВ, Минская область. И на этом у меня все. Сразу после нас вы узнаете, чем жил большой город в проекте «Столичные подробности». Информационный итог дня, как обычно, в 22.30 подведет моя коллега Екатерина Забинько. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин